Летом о своем хозяйстве беспокоятся также ресурсоснабжающие организации. Из 71 выявленного повреждения в период испытаний тепловых сетей устранено 60. Об этом сообщили сотрудники предприятия Апатита Энерго. Кроме разрытия и устранения неполадок, ресурсники занимаются благоустройством территории, где провели работы. Антон Рассказов подробнее. Ремонт магистрального трубопровода на перекрестке трех улиц с Победы строителей Бредовая нового проспекта Сидоренко планирует закончить к 25 августу. Ресурсники применили здесь новые материалы по принципу труба в трубе. То есть трубопровод теперь состоит из двух частей – внутренней и наружной, защитной. А промежуток между ними заполнен утеплителем – пенополиуретаном. Этот трубопровод, можно сказать, центральный в нашей тепловой системе. Именно центральный в системе отопления Сидоренко и части Бредовостроителей. Поэтому от работоспособности этого трубопровода зависит качество теплоснабжения большого числа граждан. Этим летом «Апатит Энерго» восстанавливает асфальт в местах разрытия. Из 13 участков 21 ресурсники уже привели в порядок. Например, у дома «Ферстмана» номер 6. Восстановлены не только асфальт, но и лестницы. Заделаны разрытия у домов 45 и 49 по улице Держинского. Укатали дорогу и на «Космонавтов-3» в районе перекрестка с улицы Московской. Также восстанавливают изоляцию на наземных сетях. Но в «Сарах Апатитах» столкнулись со случаями вандализма. Неизвестные рвут обмотку, что уйдет к теплопотерям. Самое неприятное, что может с тепловой изоляцией произойти, это она может намокнуть. Намокая, тепловая изоляция теряет свои свойства. То есть вот на данном участке можно сказать, что все можно менять заново. Потому что пройдет первый дождь, и теплоизоляционные свойства этого материала будут утрачены. Что касается компенсационного озеленения, то в местах разрытия «Апатит Энерго» планирует высадку многолетних трав.